«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Номер 867. События дня. Третья книга. Царств 14.6. «Я грозный посланник к Тебе», это пророк говорит, за 1 мая 2018 года. Исход 33.4. «Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих». Исайя 33.3. «От грозного глаза Твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена». Иеремия 23.19. «Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых». Иеремия 30.23. «Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на главу нечестивых». Никита Колесников. «Игнат Тихонович, когда в ближайшее время я могу с вами обговорить тему о моем решении самостоятельно проживать в Потеряевке в рабочий урожайный сезон не в качестве члена лагеря, или как правильно, а самостоятельную единицу для организации собственного небольшого хозяйства, не отказываясь от общественных работ для деревни. Вопрос. «Где я смогу проживать?» «Мне нужен совсем небольшой угол для элементарного сна и приема пищи». В 2015 году вы дали мне свободу строиться в деревне и жить. Подарили косу и лопату. Но для постройки нет ни денег, ни желания, неизвестно, как сложится в будущем. К тому же проживать круглый год в деревне я не собираюсь. Даже если бы хотел взять жену, это возможности нет и не надо. Время моего бесплатного проживания в городе подходит к концу. «Мне пора выезжать из Барнаула в деревню». Это где два года назад говорил я ему, что я отвечаю. «Сегодня тут должен быть Игорь Барабаш и Василия привезти. Василия Николаевича Черепанова. Вот Игорь и может тебя забрать. Подходи сюда и обговорим все, жду. Оттуда, где ты сейчас находишься, забери все, как бы навсегда оттуда уходишь. Не замедлен нисколько». 1 мая 2018 года. Никита Колесников. «Принято». Потом, спустя время, говорит. «Я звонил Вове, дядя Вову, мы с тобой, Пащенко Владимиру. Он отправил Василия сегодня ночью на поезде в город. Барабаш собирается в город в четверг, а не сегодня, вот вторник. Я отвечаю, я только что вошел со двора домой, увидел твое сообщение. Тут внезапно было свидетельство прямо во дворе. Татьяна здесь была, Дмуха Петеримова в девичнистве, с одной женщиной, кажется, Ульяна. Говорит, работает вместе вроде бы. Стал говорить, она, «А я в церкви новая жизнь». А тут рядом Павловский район, и у них районная газета «Новая жизнь». «Да что, корреспондентом устроились туда? Нет, это церковь наша». Откуда она взялась, друг, церковь-то? А когда ее организовали? Ну, лет 20 назад. Я посмотрел, такая опустошенность, то ли усталость все это, и в глаза глянул, тиной все заросло как будто бы. Почему? А их-то куча-то, как наши православные такие же. Стал некоторые вопросы задавать по Писанию, Нина один не может ответить. «Да как же вы занимаетесь?» А мы занимаемся. Да мало кто занимается. Это вы не церковь. У вас нет пастерства. Главный вопрос. А второе. Нет истинного толкования. Нет соборных установлений и канонов. Ничего нету. Ну, и стали беседовать. У нее двое ребятишек. Какой-то зэк вернулся. У них такое бывает, у сектантов. Они все любят этих заключенных. То ли по странству своему, или что-то он выходит. Ну, а дальше он начинает блудеть. Ну, еще осеменил ее, бросил и уехал. Так получается. Вот поговорили, поговорили. Я что, пригласил на лето отдыхать к нам и работать? Хоть что-то себе впереди засветит. Вот. А в это время Никита был на вокзале, и там тоже какого-то кришнаита увидел и стал беседовать. Но ты все равно сейчас приди. Обсудить нужно все по порядку и вдаль. А если позже, то меня может и не быть тут. Ты можешь сегодня же от нас выехать вечером. Зачем терять драгоценное время? Тебе оно нужно очень. Почти опаздываешь и так. Ну, пришел, мы поговорили. Лучше сосед вблизи, чем брат вдали. Видеоролик поставили здесь на улице. Прошли по всему, посмотрели. Ну, и дальше сами посмотрите. Рядом. Вчера только выставили. Я его перенесся в мой мир. В этом ролике все сказано. Я вот заметил, как называют ролики, чтобы раскрутить. Знаете, такого не видели. Все правительства мира запретили этот ролик. А там ничего нету. И заходят 7,5 миллионов посещения. Ну, что, каждый выругался и пошел. Ничего нету, о чем он говорит-то. Я к чему говорю? А посмотри, какое у нас название. Ни на что не претендует. Местописание. Главный смысл в чем? Местописание. Причь о Соломоне и все. Да так никто не придет. Да нам не надо, чтобы пришел. А чтобы мы возвестили истину. Пророки не имели интернета. Но говорили, говорили слово Господне. У нас даже ролики-то и те пропитаны Библией. Как Андрей Кураев говорит, необычный. Неподражаемый просто пиетет к Библии. Такая любовь. Ну, поговорили. Вечером он, видимо, уехал. Днем ушел, там какие-то дела. Галина Влеська пишет. Христос воскрес. Мир вам. Вот некоторые я прячу фамилии-то, потому что они другие-то. Ошалелые, просто бешеные. Беснуются. У них ничего нету. И они залазят, кто со мной тут знает, и того начинают поливать. Там все про меня, что-то они узнают. Там, ну... А меня чего не брать-то? Берут-то с моих ресурсов. Если бы это было вредно, я бы зачем поставил-то? Но дело в том, что я все здесь выложил-то. И свои документы, копия паспорта, трудовой, и как освободился, и военного билета. У меня все абсолютно выставлено. Вы мне найдите еще хотя бы один где-то видеоканал, чтобы хозяин, организатор все о себе говорил. Вот тут я с голубями вожусь, тот пришел, тут беседуем, тут работаем. Вплоть до того, что сплю, лежу, и тут интервью взяли, подошли, это под каблучниках. Ну, покажите мне, я просто прошу, я не знаю, чтобы такая была открытость. Вот деньги берем из кассы, я полностью показываю, как вскрывают кассу, как берем деньги, как покупаем или что-то. Богослужения с детьми, ну, все абсолютно. В деревне, где мы работаем, как достаем, как в лесу работаем, на дорогах. И какие-то у нас бывают несогласия с чем-то. Мы все это выкладываем. То есть открытое, вот, прозрачное, как говорят. Ну, все абсолютно. Вот я рассчитываюсь с деньгами, которые работают бульдозеристы, бульдозеристы, отсчитываю по порядку, и, ааа, это сейчас налетят, рейкотеры, никого нету, все это обман. Вот свиней покупают, и все снимаем, как они загоняют, свиней поднимают, и потом как рассчитываемся. Который рассчитывался, я не хотел, чтобы снимать, да мало что ты не хотел. Почему твое хотение должно быть, а не мое? Ты у меня дома находишься. Сам приехал сюда, сам покупаешь, и все. Да вот, вроде до дома не доедет, но никто не тронул. Нет, никто не тронул. Да кому ты нужен-то? Какие это деньги-то? Если ты получил всего, там, 200-300 тысяч, ну, какие же это деньги-то? Когда речь идет о миллиардах, о триллионах, которые загнали за рубеж. И вот Галина Авлейская, я открыто говорю, а почему? Она на нее вылазила, она шабартала, говорится, по мордасам-то, и все, скачили эти в виде людей показывают себя. Просто чисто демонический синдром. Пал сам, и других затащу туда. Богоотступники, хулители, хамы. Я прямо показываю Галина Новокузнец. Она пишет это, Иоанна 7, 18. «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? Никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Господь задает, и вы ищете их. А кто тебя ищет убить? Чего крутиться-то? Вот. Иссеем 24. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Вот Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна напоминает злым соплеменникам о песне Моисея «Собрание израильтян». Второзаконие 3024. «Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Вот по наружности. Вот у нас бывает, где-то мы обедаем или что-то, прямо беснуется. Каждый день. Там десятками приходится блокировать с матами все, что голодное. Запах раздражает их ноздри. Сидим, обедаем за столом. Их никак не касается, но их нет. А, вы жрёте и жрёте, а тут есть нечего. Как это нечего? У меня минимальная пенсия. Ну, каждый день работаем, и Господь показывает. Вот уехала, допустим, жена. Сёстры. Ну, ничего не могу сделать, отбой. Каждое готовить. Без моего разрешения к плитке не подходить. Разрешил одной. То блины, то пельмени, что-то. Каждая охота как-то послужить. Ну, почему-то они кричат. Сёстры, где вы? Почему на мне несёте? Я помню, лежал это психиатрическое исследование в Кемерово. Судить, не судить. Вот. Которая уборщица убирает, она мне там под подушку галеты там разное такое положит. А другое увидела рядом. А почему мне не даёшь? А почему тебе должна давать? Я тебя, кроме ругань и матерка, ничего не слышала. А я прихожу, вижу, он молится. Я говорю, что он сорок поклонов в землю кладёт. А моя мама говорила, кто кладёт земные поклоны, там сорок поклонов, не меньше. Тому Бог открывает истину, он за меня помолится. Всё, тот заглох. Видите, как люди по чём судят-то. И каждый день нападают. Вот. Ну, что там мы? Нам мешали, нельзя дерево убрать в дупле шершни. И мы показали, как мы приходим, как заливаем, как выжгли их оттуда. Ну и что? Теперь дерево можно спилить. Нападок, вы думаете, сколько? 420 тысяч. Для нашего-то... Остальные-то там бывает 2-3 человека придёт поздно. Златоуста бывает, а один человек посмотрит. Златоуст насчитанный. Добротолюбие ни одного. А здесь 420 тысяч. Полмиллиона, считай. И что там? А, это вот такие лесы жгут. А там всё зелень. С одной стороны озеро, с другой... Там вообще ничего нигде гореть нету. И сгорело? Да нет, конечно. А, вот сейчас сколько лет пройдёт, шершней не будет, они в Красную книгу занесены. Что? Какую Красную книгу? Сапах мелкий или что? Ну, ругаются, ну, матерятся. А почему? С человека бесы. С человека бесы. Демоны вырвались на свободу. И она пишет теперь, Галина. Почему это написала? Желаю, чтобы Бог закрыл уста злоречивым и ленивым сердцем, обращённым ко всем праведникам во славу Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтобы епископы, священники, монахи поняли труд Игнатия Лапкина и начали трудиться по правде со своим стадом. А вы? Что вы родили на своём приходе? Что? И простые, начинающие, православные. Опомнитесь. Ради Христа прекратите ваше зло направлять на праведника. Если лень вперёд в вас родилась, то вам же помогают просветиться истиной, заботиться о каждой христианской душе и бесплатно. Соскребите-ка росту сердец ваших, промойте глаза от пеленобольстителя. И притом, зная, больные люди, больные, прямо лопаются и нападают, что-то там выковыривают до тайной жизни, как Давид говорит, исследует расследование. А у них ничего нету. Нету. Посмотрите, какие у нас идут видеоролики. Сколько там всего. И притом, ну ещё где такое, если притом не то, что там как-то, а всё для души. Для души. Прямо творение Иоанна Златоуста, насчитанное Библией, выставляем каждый день, там по полчаса я её насчитываю. Ну там не к чему придрать, это лопаются. Молитесь, поститесь, вопите к небу о своём просвещении и отверзающемуся небе для вашего ума. Господь управит. Овцы болеют тяжко, страдают и даже умирают внезапно. Опомнитесь, пастырь, опомнитесь ради Христа. Вот Господь побудил сестру так сказать. Как дни человеческие лукавые микроскопичные. Кто я сегодня и завтра куда приду? Вот это вопрос. Господи, помилуй и спаси, и сохрани православную Русь. Слава Христу, показавшему нам свет. Аллилуйя. Бесконечно. А врагам 33 раза прочитать моё к ним обращение. Сохранить и так каждый день творить. Благословляя во имя Святой Троицы. Аминь. Виталий Калиников пишет. Брат Сергей оформил беседы. И переписку с СД. То есть это мои беседы, там ролики стоят. Всё в интернете стоит. И вот оно как написано. Видите? Вот это. Сами просто посмотрите. Я могу сделать это побольше, чтобы вы могли записать. Это у меня здесь 20, но можно побольше сделать. Это, если войдёте сейчас, да, это же легко сделать. Вот оно где. Ещё можно более ясно сделать. Вот. Посмотрите как. Так. И от меня есть ещё группа ВКонтакте с комментариями СД. СД – это начальная фамилия, имя. Вот такая СД у меня интересная. Но попадает и подходит только. Бывает СД. Это что там? Или там Саша. Или там Сергей. Ещё как. ИД – разная фамилия. Что там? Дедов. В виде музейных экспонатов. Для напоминания. До какой тьмы египетской можно опуститься? И показывает ролик. Ну, на меня. Я посмотрел вчера. Ой-ой-ой. Вокруг меня столько легионов демонов задействованы. И что бы они ни видели, мои ролики берут и ничего не понимают. Ни одного правильного слова не может сказать. Человек сидит рядом, наговорит. А я молчу, своё дело делают. А вы его не слушайте. Теперь я поворачиваюсь. Одно слово скажу. Он бросается на это слово. Ну, а у них ни чувства нету, ни связи с Богом, ни ума, ни... Говорят, ты ничего не можешь занять. Группа закрытая. Чтобы вступать, нужно подать заявку. Роман Фроликов. Если слово «спаси Бог» означает «спаси вас, бай, царь мира сего», то слово «судьба» что означает? Не слишком ли мы вникаем в тёмный смысл? Ведь при таком подходе мы больше исследуем глубины сатанинские, чем высоты Духа Иисуса Христа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. А ведь кто не знал глубин сатаны на тех, не наложит большего времени Иисус Христос. Хвала ему. Откровение апостола Иоанна 2.24. Ну, Роман, придумываешь просто все. Во-первых, слово «спаси Бог» поставил «вас». Этого нет. Что оно означает? Как оно возникло? Это ничего не означает исследовать. Это исследовано уже на столетия вперёд. Спасибо. «Спаси бай» падали на колени перед Чингисхановыми, которые приходили, грабили. «Спаси бай» так и сохранилось в искажённом виде, со стимиляцией совсем-то. Вот им всё. Никто не исследует. Какой тут тёмный смысл? Выдумаешь всё это где-то. Глубин сатаны. Чё ты рехнулся совсем? Чё попало? Я показал, что означает. Поэтому говорите не «спасибо» от Амирского. «Спаси Христос». Даже не «спаси Господи». Там сегодня «Христос» определённо. «Спаси», запятая «Христос». Вот выдумают, баят там. Он не знает ещё, да. Также из исследования вредных продуктов. Надо больше думать о пользе любого продукта и говорить о пользе. Конечно, упоминать слова о том, что нам не всё полезно. Заметьте, апостол не сказал мне «вредно», но он сказал «неполезно», «не причинит вреда». Ну, тут тоже глупости городишь там. Не говорить о вредных продуктах, когда везде криком кричат. Модифицированная там везде соя, что есть. Показывает в интернете. Один берёт тележку и закупает все бутылки, какие есть. Воды, какие есть. Там газированные все. И повёз в лабораторию. Все до одной ядовитые. До одной. А у нас пьём воду из колодца свой. Не надо об этом говорить. А как не говорить-то? У людей прободение кишок и всё, что угодно делается. Прожигает. Виталий Калиников. Характерный сленг СД. Лапковщина. Гуру. А вам не кажется? И дальше показывает. Арман Проликов. В чём вопрос? Но Иисус сказал ему, предоставь мёртвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй, царствие Божие. Ну, тут непонятно, что хотел сказать и не стал вникать. Ефтушенко Сергей. Это может быть любой сектант из спасущейся рядом шайки. Я их называю Кодла. По оформлению ролика можно уже сказать, что автор невменяемый. То есть бесноватая явно. И дальше начинается ругань, нападки. И ничего нету. Наталья Усатая. Виталий, много предпочтений даёшь этому СД. Только теряешь время. Меня попросили насчитать то, что Никита насчитывал. Сумасшедший офицер. Кисляков Спиридон об этом там пишет. И вчера я насчитал. Ну, и другое. Вот здесь написано. И дальше о войне сколько. Пишу. «Спаси, Христос! О, как эти ДС забеспокоятся о заграждении перед их безумной ложью и неугасающей хулой! Как бы они не стали вас поносить!» Это Сергею парализованному пишу. «Ибо знаю, для них нет нигде преград перед безумием, изрыгаемым ими черноты!» А он говорит, «Спаси, Христос! Во славу Божию!» Сергей Перепелкин. «Оплата!» То есть, он там заседание, как бывает, шесть заседателей, суды с заседателями. Ну, и какое использование присяжным заседателям, обязанностей. Вот просчитайте, кому. Сколько, я говорю, платят. Я ему отвечаю. «Идти или не идти?» Он говорит. Я пишу. «Серахов, 5031». Но только бы слово какое-то сказать. А что я буду говорить-то? Я вот как и говорю, говорю Словом Божиим, открываю, что об этом говорит нам Святая Библия. «А если будет исполнять, то всё возможно, ибо Свет Господень – путь его!» «Серахов, 5-9». «Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь!» «Серахов, 7-6». «Не домогайся сделаться судьёю, чтобы не оказаться тебе бессильным, сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою». Сергей Перепёлкин. Я указываю Перепёлкин. То есть на него нападает, а он стоит на своём. Он книги выписал. «Благодарю за скорый ответ. Слава Иисусу Христу, Господу и Спасителю нашему!» Я ему пишу. «Если бы мне предложили такое, то можно было бы попытаться принести добро в этом деле». Слава один зашёл. «Здравствуйте! Случайно нашёл вас. Вы открыли мне глаза. Хотя крещённый православный, как в Скайпе, или лично с вами можно связаться-то. Вот. Нашёл, открыли. А откуда это он? И кто это напишет-то? Никто. Пишет сегодня один. А Шлей Симпсон. Ну, я вот это не скрываю, не знаю. Те, кто пишут гневные комментарии и пытаются посмеяться над этими людьми, над нами, скажу так. Никто не святой и не совершенен. Но эти люди душою своей чище многих из вас, кто руки моет по сто раз в день и выглядят с иголочки. Например, уверен, что при общении с ними чувствуется спокойствие, с чем когда общаешься с лицемерными людьми, которым лишь бы пошутить, посмеяться, да кайфануть любым доступным образом. Добавку. Интересный и грустный рассказ в конце «Как арестовывали». Это я про себя там рассказываю, за столом сидим. Это на пользу дела. Ну, теперь показать наши ресурсы. Вот. В моем мире опять стали роботы какие-то там регистрироваться и перелазят через все. Вот сегодня какие я вставил утром. Вот события дня. И вот дальше. Занятия идут, где начитанное что. Вот это Григория Дещенко, Григория Сковороды. И здесь, ну, все абсолютно есть. Все, что только пожелаем. Поэтому вот мой мир, любимый ресурс. Очень удобно. Что-то она сегодня поставилась, перенесла, глянула. Ну, да, уже перетащилась. Вот она как. Одна моя книга. Здесь том девятнадцатый уже выставили. Его ткнешь, и она с музыкой и переворачивается. И строки можно видеть. Вот. Второй ресурс у нас. Это наш форум. Три тысячи шестой день. Тысяча шестьсот тем. Богатый. Ну, а это больше всего работают здесь. Православный видеоканал. На сегодня восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят три подписчика. И восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести девяносто четыре просмотра. Ну, а тут есть чем. И ничего, видно, не смотрят, не знают. Никакой роли для них это не играет. Вот сегодня выставил. Самое большое посещение. Сейчас надо посмотреть. Ну, почему уж сурово тут такое, это уже понятно. А вот теперь вот какое. Вот Никиту провожал, вот этот вот, лучший сосед вблизи, за десять часов тысячи семьсот. Ну, это что-то. Вот я сейчас его ткну, как оно выглядит. В провалах не было, какие-то щиты сделать, чтобы никто туда не упал. Я бы открытая, и упадет туда человек, это смертельная опасность. Для человека, для тебя по Ветскому Завету. Это понятно, что я говорю? Да. С соседями дружи. Покупай, говорит, не дома, а покупай соседей. Лишние. Вопросы? Нет вопросов, Инать Тихонович. Нет вопросов. Так, сегодня он... Господь так хочет. Нет, так. Боюсь даже сказать. Мне все. Благодарю за внимание. Так, посмотри внимательно, что тебе... Хотелось бы взять мое, чтобы у тебя там оно было. Вокруг все, смотри. Если не тяжело мне, я это сделаю. Внимательно. Ну, ролик большой. Это у нас тут получается 54, ну, почти 55 минут близко к часу. Так что, если будете смотреть, многое будет понятно. Открыто все беседуем, находим. Ну, и, конечно, во свете Библии православный библейский сайт. Библейский. Ну, и сейчас несколько... Вот здесь вопросы и ответы. Попытаюсь озвучить несколько вопросов и ответов. Вот так. Это роботы нападают, и все. Кто их уберет? Каждый день вычищаю. Ну, вот теперь надо посмотреть, что у нас есть, дети, о детях. Писание говорит, вопрос в 1011, 3 том открытым оком, что нужно детей за непослушание наказывать. И я полностью с этим согласна, ибо сама знаю пользу от наказания, когда меня наказывали родители. Сын у меня непослушный и достоин наказания. Но как его наказать, когда он ростом выше меня? Ответ. Здесь есть несколько выходов. Или вам залезть на кровать и просить, чтобы он подошел и стоял спокойно, пока вы его отдерете. Или попросите его встать на колени перед вами, и тогда вы его отдерете. Или попросите хороших знакомых связать его, и тогда вы его отдерете. Или, дорогая душа, где же ты была раньше-то со своим вопросом, когда дитя еще лежало поперек лавочки? Напомните своему чаду вот это местописание. Это я в университетах веду занятия, отвечаю на вопросы. Второзаконие, 21 глава, 20-22 стих. Вот видите, только задали вопрос, и сразу местописание. «И скажут старейшим города своего, сей сын наш буин и непокорен». То есть наркоманом стал, из дома все тащит. «Не слушает слов наших, моты пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат, боятся». «Или пригласите сына на наши занятия, или придите с ним на прогулку в лес, где мы бываем каждое воскресенье, или пригласите меня к себе». Вот какие я даю ответы, сколько вариантов. А как, ну, от меня не зависит. Я почему и говорю, что раз не зависит, то... И тут что спрашивать-то? Теперь еще возьмем вопрос. Вопрос 1012, третий том «Открытым оком». «Если ребенка одолевает дурные помыслы вплоть до хулы на Бога, то вменяется ли это ему в грех? А взрослому?» Ответ. «Об этом очень много написано в пяти томах добротолюбия, но это трудно прочитать. А если прочитаете, то ничего не поймете. А если поймете, то ничего на практике не примените. Я вам могу дать очень простой рецепт. Работайте, загружайте ребенка и учите его, как заповедает Господь, наказывая за явные проступки и дерзость. А если вы уже говорите о помыслах ребенка, значит, вы его уже закормили и заучили. У нормального ребенка помысл один по естественной дамой природе. Хорошо поесть, ничего не делать и все время играть. Загрузите его на огороде, на строительстве, и у него не останется никаких других помыслов, кроме как добраться до кровати. И поднимайте его не позже пяти часов утра. И днем не давайте никогда ни одной минуты спать ему, если он уже старше семи лет. Этот режим сохраните до шестидесяти лет минимум. Помысл ребенка – это от безделия, и перешедшая от вас к нему блажь. Притча Соломона и премудрец сына Серахова ни звука не издают о помыслах ребенка. Это вы уже все искусственно придумали, и ваша, быть может, одержимость уже перешла на дитя. Что касается взрослого, то загрузите свой ум благодарностью Богу. Вот я несколько мест Писания беру, выделяю, и красным. 1 Тимофея 6,6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». 1 Фестоникийцам 5,18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Постоянно размышляйте о величии Создателя и своей благодарности Ему, что Он даровал вам жизнь и все еще продляет ее. Если все-таки ропот нашел место в вашем сердце и разуме, значит, вы слишком высоко возомнили о себе, что Бог будто бы с чем-то еще не додал чего-то, и вы им недовольны. Это все самомнение и безделье». Вот эти места просто выделяю и сразу. Исход 16,7. «И утром увидите славу Господню, ибо услышан ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» 1 Царство 1,6. «Соперница ее сильно огорчала, и побуждая ее к ропоту за то, что Господь заключил шрево ее». Неемия 5,1. «И сделался большой ропот в народе, и улжен его на братьев своих иудеев». Деяния 6,1. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы и их пренебрегаемы были ежедневно в раздавании потребностей». 1 Петра 4,9. «Будьте странно любивы друг к другу без ропота». И к филиппистам, 2,14. «Все делайте без ропота и сомнения». Все эти места из Библии как раз и подтверждает вышесказанное. Отчего возникает ропот, переходящий в хулу. Это мысль, что чего-то тебе не додали, не дохвалили. Ты же должен сказать, я и малой доли не достоин того, что дал мне Господь. Жон Буньян в путешествии пилигрима описывает положение этих таких людей. По своей неопытности подобные мысли они приписывают себе, не зная того, что лукавый, прицепился к ним. Из-за спины нашептывает на ухо хульные мысли. «Встань перед святыми иконами и сотвори крестное знамение. Если необходимо, то положи не менее ста поклонов и скажи, отойди от меня, сатана, отрекаясь от тебя. Помоги мне, Господи, сокрушить дьявола под ноги мои». Римлян 16, 20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.